Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить с презентацией и передать слова приветствия всем слушателям от лица нашего директора, профессора Сергея Павловича Морозова. Цифровые технологии в Российской Федерации развиты в здравоохранении очень широко, совершенно разные инструменты применяются, но разные инструменты развиты по-разному. И интенсивность применения, обоснованность применения и методология применения очень различаются. Базовая, скажем так, информатизация уже давно состоялась, она есть, телемедицинские технологии проходят очередной пик своего развития, а интеллектуальные технологии или искусственный интеллект, я лично не очень люблю это словосочетание, все-таки оно хайпово-маркетинговое, но проще говорить, чем автоматизированный анализ медицинских данных. Проще сказать искусственный интеллект. Хорошо, пусть так будет. Ну так вот, это искусственный интеллект, это все-таки новая относительно технология, которой только еще предстоит научиться правильно пользоваться. Очень много хайпа на эту тему, очень много лишних споров на самом деле, И, наверное, скорее на вот таких проблемных каких-то аспектах я хочу сконцентрироваться в своей презентации. Ну, а на проблемы должны быть предложения. Попробуем сделать какие-то предложения. Во-первых, очень большой спрос на искусственный интеллект среди разработчиков, предпринимателей, стартапов и так далее. И искусственно подогревается дискуссия о том, надо ли вообще регистрировать искусственный интеллект как медицинское изделие. Здесь позиция наша однозначно. Мы формируем аксиом. Если таблетка – это медицинское изделие, если скальпель – это медизделие, то как некий софт, который принимает решение, есть у пациента рак или нет, вдруг оказывается немедицинским изделием. Поэтому только регистрировать. Во-вторых вопрос – как? Ну, сейчас к этому придем. Мировой опыт подсказывает, что мы абсолютно правы. На самом деле, и один из, ну, примерно полтора-два месяца актуальность этого списка – FDA, те системы искусственного интеллекта, которые имеют сертификацию FDA. Что обращает на себя внимание? Список довольно короткий. Ну, да, за два месяца что-то изменилось. Наверное, еще 3-4-5 позиций в нем добавилось. Но с учетом вот этого всего бума колоссального, список довольно короткий. Действительно, если открыть публикации, PubMed и подобные серьезные сервисы, то мы видим, что количество публикаций растет постоянно. Большое, большее внимание уделяется лучевой диагностике. Определенные параметры вот вы видите на слайде. В чем же проблема? 700-800 новых публикаций в год, а список FDA всего два десятка систем. В марте этого года было опубликовано исследование, в котором обобщили полтысячи статей, отобрали из двух тысяч. В исследование вошло только 500. О том, а как, собственно, разработчики проверяют качество своих алгоритмов. Оказалось, что в клинических условиях не испытывает вообще никто. Но я к этому сегодня еще вернусь. Все исследования – это экономико-техническое обоснование, 99%. На незнакомых данных, на новых данных проверяют свои алгоритмы 6% исследователей. Что бы нам ни говорили разработчики, что бы нам, врачам, ни говорили математики, мы не знаем, как работает искусственный интеллект. Это черный ящик. Один из самых ярких примеров последнего времени – это то, как алгоритм был натренирован на рентгенограммах грудной клетки в популяции пациентов, где такова методика проведения исследований не подразумевала снятие цепочек и кулонов с шеи. То есть все снимки с цепочками. Алгоритм научился находить патологию в следующей популяции. По какому принципу? По принципу наличия цепочки. Алгоритму все равно. Он не знает, что такое очаг. Он что-то там решает внутри себя сам. Поэтому, как только к вам, врачам, людям, принимающим решения, приходит очередной разработчик и говорит, у меня есть искусственный интеллект, который сейчас всех заменит, спросите, а на чем он валидировал свои данные? Есть датасет для обучения, калибровки и внутренней валидации. Хорошо. А вот для того, чтобы доказать, что алгоритм работает по-настоящему, нужна обязательная валидация на незнакомых данных, на другом датасете, другие протоколы исследований, другая популяция и так далее. Поэтому, скажем так, больший запрос на развитие искусственного интеллекта и меньшее его развитие реально. С чем это связано? Это не костность врачей на самом деле. Мы с вами действуем на позициях доказательной медицины. Докажите нам, что ваша таблетка работает. Докажите нам, что ваш инструмент работает. Докажите нам, что ваше программное обеспечение работает. Поэтому проблема верификации, а не во врачах. Надо сертифицировать, надо доказывать качество, как это делать. Давайте мы предлагаем методику валидации. Фактически, это методология клинических испытаний искусственного интеллекта. Два этапа. И вот именно в аналитическом этапе обратите внимание на дизайн диагностического исследования. То, чего вообще нет. Три слайда назад. У всех медико-техническое обоснование. Ну и что? Да, принципиально возможно. Ура, вы пойдете с этим пациентом? Нет, не пойдете. Нужен дизайн диагностического исследования. И нужно обязательно тестирование на незнакомых данных. А затем клинический этап. Спойлер. В городе Москве должен быть реализован очень по организации клинической апробации искусственного интеллекта. Для него подготовлены методические рекомендации по клиническим испытаниям оценки качества. В конце следующей недели, если ничего не случится плохого, у нас будет припринт этого материала. Припринт подразумевает издание для широкого общественного обсуждения. Поэтому приглашаем, пожалуйста, поработайте с нашим документом. Будет широкая рассылка, будет информация об этом. И конструктивные предложения по документу приветствуются. Мы с вами сейчас вместе формируем правила. Правил оценки искусственного интеллекта нет. Кто их сформирует? Мы с вами. Те, кому будет небезразлично это сделать. Нужен ли нам вообще искусственный интеллект? Да, нужен. И как, ну, это даже язык не порочен назвать частным случаем проблем онкологии. Ну, пусть, ладно, уж извините, частный случай. Выполнение требований показателей национального проекта в сфере онкологии подразумевает достижение определенных показателей выявляемости, снижение смертности от злокачественных новообразований. У нас в нашем центре огромный опыт программ скрининга рака легкого и рака молочной железы, поэтому мы говорим на этих примерах. Это проекты, они очень успешные. В 2-3 раза повышается ранняя выявляемость. Но проект – это хорошо, но его же нужно масштабировать. И чтобы такие методики масштабировать, нужно вот приведенное на слайдах количество врачей. Где их взять? Да негде их взять. Без автоматизации мы не обойдемся. И инструменты для автоматизации – это то самое программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. У нас есть собственный опыт. Мы работали с Watson, мы тестировали NLP Watson для оценки качества, описаний, которые делают врачи лучевой диагностики. Мы тестировали разные системы для работы с изображениями. Мы участвуем в разработке определенных алгоритмов, например, с Департаментом информационной технологии города Москвы. И видим то, что для развития дальнейшего нужны цели, нормативы, люди, ресурсы и так далее. И все это, конечно, должно быть объединено в какой-то концептуальный документ, национальную стратегию. Не мы одни это видим, совершенно нет. И искусственный интеллект развивается ведь не только в здравоохранении, это ведь комплексная история. В конце концов-то интернет используется тоже не только в медицине. Поэтому это, конечно, общая большая позиция. И вот несколько дней назад состоялось известное совещание о развитии технологий в области искусственного интеллекта. По его итогам существует проект национальной стратегии. Похвастаюсь, наш центр имел честь участвовать в разработке этого документа, в обсуждениях. Не далее, как два дня назад, состоялась очередная итерация обсуждений в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. И в ближайшее время ожидается принятие этого документа. Отмечу, что по отраслям информация в стратегии изложена лаконично. В частности, для здравоохранения есть четкие цели, фактически, применения искусственного интеллекта. Нами дополнительно предлагались расширенные целевые показатели. Возможно, они еще войдут в какой-то вариант документа, либо попадут уже в подзаконные акты. Если говорить о том, что есть реально, реально дальше экспериментальных оценок точности дело пока что не идет. В тех случаях, когда мы получаем хороший результат экспериментов, мы их публикуем, предлагаем пилотные проекты. Разработчики идут на клинические апробации практически, и там выявляется еще масса вещей для доработки этих алгоритмов. Эти инструменты, конечно, в какой-то момент они займут свое место. И они очень всем нам помогут работать качественней и безопасней. Но это еще долгий путь. Это нужно понимать. Этот путь нужно пройти. И нами, в частности, для того, чтобы помочь разработчикам, и в частности, помочь валидировать свои алгоритмы на чужих незнакомых данных, нами в свободном доступе опубликован датасет. Первый, по-моему, к сожалению, по-прежнему единственный в Российской Федерации. Свободном доступе датасет тегированных компьютерных томографий и грудной клетки. Те сервисы, которые выставлены, скажем так, на всеобщее обозрение, и некоторые даже, к сожалению, предлагают, пытаются брать деньги за анализ со своей помощью, заслуживают особого внимания. И даже поверхностный анализ подобных систем, он выявляет очень большие проблемы на самом деле. Обращаю ваше внимание на наличие вот такой вот монографии. Первая монография об искусственном интеллекте, написанная врачами для врачей, поэтому по-настоящему хорошо об информационных технологиях пишут только врачи. Спасибо за внимание.